Добрый день, уважаемые студенты! Разрешите представиться. Сухарева Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения, заслуженный работник образования Республики Крым, заслуженный учитель Крымского федерального университета. По специальности я врач-педиатр. На сегодняшний день имею действующий сертификат врача-диетолога. Являюсь человеком, который пропагандирует здоровый образ жизни в СМИ, продвигая бренд нашего университета. Имею очень большой опыт международной деятельности, училась за рубежом, работала за рубежом. И на кафедре я являюсь заучем. А также занимаюсь со студентами научной работы. Поэтому, если есть желание, приходите. Всегда буду рада помочь вам и научить вас заниматься научной деятельностью. Сегодня я прочитаю вам лекцию «Демография. Медико-социальные аспекты и проблем воспроизводства населения». О чем мы будем с вами сегодня говорить? Мы будем говорить о демографии как науке, об ее основных направлениях, оценим показатели, которые характеризуют статистику населения, поговорим об основных демографических показателях, о смертности, рождаемости, естественном приросте, о младенческой смертности, материнской смертности, поговорим о национальном проекте «Демография», а также оценим демографическую ситуацию в целом в мире. Почему эта тема актуальна? Демографические показатели, наряду с показателями, такими как заболеваемость, инвалидность, физическое развитие, являются важнейшими критериями здоровья. Демографические данные используются в практике охраны здоровья, для планирования деятельности органов здравоохранения. Так, рождаемость и смертность населения могут быть расценены как показатели эффективности деятельности лечебно-профилактических учреждений. И знание всех этих вопросов, знание демографической статистики, умение вычислять, анализировать полученные данные, очень важны в практической деятельности врача. Потому что некоторые люди думают о том, что лечебная работа – это только лечебная работа. А помимо этого есть очень много других аспектов, которые необходимо знать современному врачу. Какое же определение науки? Демография – это наука о населении в его общественном развитии. Демография изучает два направления. Первый – это статика. Это те показатели, те данные, которые имеют значение на сегодняшний момент. Сюда относятся численность населения, состав населения по возрасту, полу, особенности расселения людей, их профессиональная деятельность. А также второе направление – это динамика. Это характеристика процессов изменения населения или движения населения за какой-то период времени. Ну, чаще всего оценивают период за год или за пять лет. Иногда оценивают десятилетия, а иногда интересен процесс и за 50 лет. То есть вот эти все параметры, они будут интересны для анализа той или иной ситуации. Движение населения делится на два больших процесса. Это механическое движение, которое затрагивает различные миграционные процессы. Это внешняя миграция, внутренняя миграция, это сезонная миграция, различные виды миграции. И естественное движение населения. Сюда относятся рождаемость, смертность, показатели воспроизводства населения. Одно из основных направлений, которые на сегодняшний день очень нас интересуют, это миграционные процессы, которые наблюдаются в обществе. В настоящее время в мире около 150 миллионов человек живут за пределами исторической Родины. В 2021 году в Российской Федерации 350 тысяч человек подверглись миграции. Общее количество иностранцев в странах Европы составляет около 23,5 миллионов. Более 80% демографического прироста в этих же странах достигает за счет миграционного притока, который за год составляет около 2 миллионов. А почему этот вопрос так важен? А потому что миграция – это тот момент, который позволяет восполнять трудовые ресурсы в той или иной стране. Ведь во многих странах на сегодняшний день процессы воспроизводства населения очень снижены. Иммиграция – это важнейшее направление, которое способствует восполнению недостающих людей, которые не родились в той или иной стране. Вот посмотрите, на этой слайде представлен естественный иммиграционный прирост в Российской Федерации по прогнозу до 2030 года. Вот наиболее яркой линии, да, красная яркая линия – это естественный прирост населения, который есть на сегодняшний день. К сожалению, он на протяжении многих лет в Российской Федерации отрицательный. А миграционный прирост населения в Российской Федерации, начиная с 2017-2018 года, он был всегда положительным. Но прогнозы трудно предсказуемы. Возможен вариант более высокого прироста населения, средний вариант и низкий вариант прироста населения. Этот вариант, конечно, очень неблагоприятный, потому что в Российской Федерации и так низкий естественный прирост, поэтому очень важно привлечь мигрантов на территорию Российской Федерации для того, чтобы эффективно работала экономика. Еще есть такое определение демографии, как наука статика населения или демография. И она является древнейшей областью науки. В Китае еще в 2038 году были собраны первые данные о численности населения. А в Англии в XVIII веке демографию назвали политической арифметикой, потому что понимали, как это важно, подсчитать людей, знать, где они проживают, какой половой состав этого населения. В Царской России статистический сбор информации был начат в XVII веке по указу Петра I. Каким же образом изучалось население? А изучалось население при помощи переписи. Первая перепись была проведена в Бельгии в 1864 году, а в России первая перепись была в 1897 году. Какие же черты характерны для переписи населения? Эти черты характерны не только для Российской Федерации, но и для других стран, как европейских, так и азиатских. Обычно перепись носит всеобщий характер, то есть переписи подлежат все люди, проживающие на данной территории. Перед тем, как приступить к переписи, создается программа переписи, и она единая для всех регионов той или иной страны. Происходит учет признаков каждого человека, потому что каждый человек индивидуален и составляет, в принципе, целостность всего населения. Очень важный момент, что сбор сведений происходит непосредственно у населения. В период цифровизации мы, например, в Российской Федерации, вы знаете все об этом, в последний раз проходили перепись населения на госуслугах. Перепись проводится одномоментно. Это важнейший момент, потому что она позволяет провести учет населения на определенный критический момент времени. Характеризуется централизацией, потому что обеспечивает единство программы и метода переписи. При проведении переписи учитывается сплошной метод исследования и выборочный учет, когда учитываются некоторые признаки, которые не предусмотрены полностью программами исследования, которые имеют центральный храм. После того, как все эти данные собраны, после того, как они зафиксированы, программа проводит обработку данных на компьютерных носителях и информация доводится до граждан Российской Федерации, например, если говорить о нашей стране, до различных органов, фиксируются данные переписи в управляющих органах. Это очень важный момент. Нужно понимать, что проведение переписи – это не дешевое мероприятие. Всегда закладываются определенные финансовые моменты в проведении этой переписи, потому что государству выгодно это делать. На основании переписи в дальнейшем руководители нашей страны могут анализировать, какое количество у нас людей с высшим образованием, какое у нас среднее образование, в каких медицинских учреждениях, образовательных учреждениях нуждается наше государство, какой состав населения по полу, по возрасту. Все это помогает прогнозировать и разрабатывать дальнейшие планы развития того или иного государства. Если говорить о численности населения, то на сегодняшний день, по данным ООН, на земном шаре проживает 7,8 миллиарда населения. По прогнозам, через 50 лет население нашей страны может составить 9 миллиардов. Но жизнь носит свои коррективы. На сегодняшний день, например, развитие эпидемии, повлияло на то, что количество населения земного шара практически уменьшилось на огромное количество миллионов. И этот процесс продолжается. Если говорить о том, какие страны являются наиболее густонаселенными, то на первом месте находится Китай. На сегодняшний день в этой стране проживает более полутора миллиарда человек. На втором месте находится Индия. В этой стране на сегодняшний день проживает миллиард и четыреста миллионов жителей. Причем в ближайшие десятилетия, по прогнозам, Индия должна обогнать Китай по населению. Третье место занимается Соединенные Штаты Америки. 330 миллионов населения. Затем идет Индонезия. 274 миллионов населения. А дальше Бразилия и Нигерия. Приблизительно по 212-211 миллионов человек. Вот на этой картинке представлен 20-й год. Здесь четко видно количество населения. Мы занимаем с населением, которое давали по данным на 2020 год почетное девятое место. Но впереди такие страны как Китай, Индия, Соединенные Штаты, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Нигерия, Бангладеш. К сожалению, в этом году количество населения уменьшилось и мы опустились на другие позиции. Если говорить по числу населения в Европе, то в России одна из самых крупных стран европейских. На сегодняшний день на территории Российской Федерации прозревает 146,2 миллиона населения. В Германии 82,8 миллиона. Великобритания 66 миллионов. Франция 67,3 миллиона. Италия 66 миллионов. Турция 88 миллионов. Но в этом слайде вы видите, как происходило развитие и численность населения Российской Федерации. То есть начиная с 1914 года отмечался постоянный рост населения. но к сожалению в 91 году начался когда произошел распад Советского Союза произошло уменьшение количества населения. В разные годы оно увеличивалось. Но на сегодняшний день опять к сожалению появилась тенденция к уменьшению населения. потому что очень большое количество людей умерло в связи с эпидемией. Еще один очень важный показатель который характеризует население это плотность населения. Плотность населения это количество жителей которые проживают на один квадратный километр. В 21 году плотность Российской Федерации составила 8,54 на квадратный километр. Много это или мало? Ну по территории Российской Федерации вы видите это на карте занимает очень большой процент суши. И конечно и природные ресурсы и различные ископаемые ресурсы в России огромные запасы. А вот людские ресурсы к сожалению у нас ограничены. И если в среднем у нас это 8,5 человека на один квадратный километр, то в среднем в мире это 50 жителей на квадратный километр. Представляете насколько у нас меньше. А в Индии например там доходит до 500 людей на один квадратный километр. Это густонаселенная страна Индия, Китай, европейские страны крайне сильно населены. Африканские страны, американский континент. А у нас очень большое количество территорий. Но эта низкая плотность населения заставляет задуматься правительством. Как организовать медицинскую помощь, как организовать обучающие программы на этих территориях. Хотя есть крупнейшие города, где очень много проживают людей. На сегодняшний день идет по всему миру такое демографическое направление, как урбанизация. Это соотношение городского и сельского населения. В России на протяжении очень многих лет последних наблюдается резкое преобладание городского населения над сельским. То есть приблизительно 75 и 25 процентов. Урбанизация с одной стороны меняет занятость населения, изменяется доход людей, рост потребностей, изменяя факторы времени, изменяя социально-профессиональные структуры общества. Происходит улучшение социально-культурных норм, когда люди приезжают в город, там гораздо больше возможностей для развития, для занятия творчеством. Идет изменение социально-медицинских показателей, то есть все-таки как бы мы ни старались приблизить медицинскую помощь к людям в сельскую местность, все равно в городе более высокий уровень технической оснащенности госпиталей и различных других медицинских учреждений. Но с другой стороны, тенденции, когда формируется только городское население, из-за этого снижается количество сельского населения и труд сельскохозяйственный, который очень важен для демографической ситуации в стране, он, конечно, испытывает дефицит рабочих рук. Посмотрите, вот как произошел рост населения. Идет, вот, например, в 15-м году очень многие страны выросло количество населения, а вот в Японии, например, количество населения уменьшилось. Уменьшилось. Вот на этом слайде вы видите крупнейшие города мира, в которых сосредоточено наибольшее количество людей. Так вот, довольно большое количество городов, миллионников есть на территории Российской Федерации. Сюда относятся Санкт-Петербург, Москва, где проживают одномоментно от 5 до 10 миллионов. Понятно, что в этих городах, и есть еще ряд других крупных городов, где количество населения и плотность не 8,5, а до 300 человек на 1 квадратный километр проживает. самые крутые и большие города, в которых проживает 10, а иногда и до 20 миллионов, сюда относятся, если говорить об Индии, это Мумбай, Калькутта, Токио, Шанхай, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Рио-де-Женеро, Буэнос-Арес. Это крупнейшие мегаполюсы, и для того, чтобы в этих городах обеспечить достойную медицинскую помощь, образовательные услуги, правительство зачастую приходит думать очень серьезно о тех или иных шагах, которые позволяют сформировать правильный достойный образ жизни у людей. Вот так выглядит Москва ночью. Посмотрите, какой огромный огромный город. Следующий очень важный момент, о котором бы хотелось поговорить, это возрастно-половой состав населения. существуют определенные тенденции, которые присутствуют абсолютно во всех странах мира. Так, при рождении, как правило, всегда рождается больше мальчиков. До 30 лет этот баланс нарушается, и 30 лет мужчин и женщин становятся приблизительно одинаковыми. А вот после 30 лет идет постепенное снижение количества мужчин по сравнению с женщинами. Почему это происходит? Интенсивность и направление миграционных процессов между странами и внутри стран обусловлено именно тем, что мобильными являются мужчины молодого и среднего возраста. поэтому их количество в местах выезда уменьшается и увеличивается в местах въезда. Очень большое значение в половом составе имеют войны, потому что во время войны в первую очередь, конечно, погибают мужчины. И поэтому в тех странах, где происходят военные действия, как правило, всегда наблюдается дисбаланс. В Российской Федерации на протяжении многих лет женщины несколько превышают количество мужчин. И, к сожалению, в этом году этот дисбаланс увеличился почти на 1%, потому что раньше это было 54% и было 5%, а сейчас это почти 6%. Для многих стран характерно то, что превалирует женщин. Но есть часть стран, в которых преобладает количество мужчин. Сюда относятся Индия, Китай, Пакистан, Корея. И в этих странах наблюдаются очень большие проблемы. Так, вот в этих странах, вот почему там преобладают мужчины. Потому что существуют определенные традиции, согласно которым есть такое понятие, на английском языке звучит сон преференс, когда в семье предпочитают, чтобы родился мальчик. В Китае очень длительное время существовала политика одного ребенка. И если один ребенок, то это должен быть мальчик, потому что он продолжатель рода. практически до 2015 года была такая политика. К сожалению, правительство Китая обратило внимание на то, что такое ограничение, причем это было юридическое ограничение, это было постановление правительства о том, что в семье может быть только один ребенок. На второго ребенка нужно было иметь разрешение. Если у людей получалось, что у них появлялся второй ребенок, они платили огромные штрафы, но Китай обратил внимание на то, что в связи с этим стало уменьшаться количество работающих. И в 2015 году был изменен закон, согласно которого было разрешено иметь двоих детей. На сегодняшний день демографическая политика Китая полностью изменена. Китайское правительство обратило внимание, какие большие и положительные моменты достигнуты Российской Федерации по регулированию рождаемости при помощи материнского капитала. Причем материнский капитал, вы знаете, увеличивается в Российской Федерации в зависимости от количества детей. И вот принято решение, скорее всего, это даже политический лозунг, особенно для членов партии, компартии Китая, что все члены компартии Китая должны иметь минимум трое детей. Ну, это лозунги, это лозунгами, но добиться этого очень сложно. Но это важнейший момент, потому что в Китае наступил момент, когда стало уменьшаться население, когда нет рабочих рук, когда потоки миграционные по стране очень значительны. Поэтому вот такой дисбаланс имеет очень негативные моменты. Такая же ситуация в Индии, похожая, но там на сегодняшний день рабочих рук достаточно, но количество мужчин больше, чем женщин, и это негативно влияет на общество. То есть приблизительно 40 миллионов мужчин в Индии не может создать себе полноценную семью. Все это приводит к тому, что идет нарастание агрессии в обществе, что увеличивается криминогенная обстановка, потому что большое количество мужчин не имеет возможности иметь не только жену, но и продолжение своего рода не может иметь своих детей. очень важный момент в демографии это вопросы браков и разводов. В 2021 году в России на 6,4 брака приходилось 4,4 развода. Крым здесь на 5,8 десятых браков приходится 3,9 развода. Вот посмотрите на этом слайде это демографические выраженное количество мужчин по годам и женщины в Российской Федерации. то есть вы видите в возрастных группах происходит снижение количества мужчин. Приблизительно четко это видно в возрасте 65-69 лет. Ну и к сожалению уже такие возрастные люди долгожители люди старших 90 лет практически в основном это женщины. почему возрастная структура так влияет? То есть такое понятие как постарение населения оно происходит за счет того что уменьшается количество детей в целом в мире. Увеличивается процент населения старших возрастных групп особенно это выражено в городе по сравнению с селом. И в Российской Федерации в 21 году 25,2 процента населения это люди пенсионного возраста это люди старше 60 лет. К чему приведет снижение постарения населения? Будет снижаться рождаемость будет увеличиваться общая смертность увеличение заболеваемости потому что люди возрастные они как правило нуждаются в большем количестве медицинской помощи они нуждаются в том чтобы в дополнительном уходе госпитализация увеличивается увеличение численности населения которые нуждаются в амбулаторной стационарной помощи ну и самое главное снижается количество трудоспособного возраста это то что происходит сейчас в Китае что делать? Первое это увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни потому что вот президент поставил такую задачу перед нами что люди должны заботиться о своем здоровье сами они должны понимать что с возрастом увеличивается количество болезней поэтому нужно предотвратить такое коморбидное наличие коморбидных пациентов пациентов у которых есть большое количество патологии очень важно создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста инвалидами потому что это позволяет поддержать функциональные способности граждан старшего поколения сбалансированная работа социального обслуживания медицинской помощи на дому различные виды стационарной помощи это полустационары дневные стационары организация патронажные службы и сиделок ну и очень важно конечно семейный уход содействие проведению субъектов Российской Федерации организация социального обслуживания надлежащее состояние а также ликвидация очередей в них потому что на сегодняшний день недостаточно домов престарелых а количество людей которые в них нуждаются растет с каждым годом организация мероприятий профессиональному обучению дополнительно профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста на сегодняшний день такая программа существует в Российской Федерации но к сожалению как показали опросы последних лет они зачастую неэффективно происходят эти программы очень важный показатель который есть и он относится к показателям ведущим во всем мире это ожидаемая продолжительность жизни граждан еще до эпидемии еще до эпидемии был сделан этот расчет в 2020 году было предложено что возможность трех вариантов это низкий вариант средний вариант и высокий вариант ожидаемой продолжительной жизни в Российской Федерации к сожалению оправдался самый низкий вариант то есть на 2002 год это было даже 73 и три десятых средняя продолжительность жизни мужчин и женщин а на сегодняшний день средняя продолжительность жизни населения уменьшилось поэтому вот эти прогнозы мы всегда делаем эти прогнозы это очень важная часть работы современных демографов потому что нужно планировать обязательно планировать те мероприятия которые существуют но прогнозы жизнь вносит свои реальные коррективы в прогнозы и меняются цифры которые ставятся в приоритет но на сегодняшний день к сожалению вот эти прогнозы не оправдались еще есть очень важный показатель это возрастная структура населения в которой обладает трех типов прогрессивный стационарный и регрессивный при прогрессивном типе народа населения доля лиц от 15 до 49 а сейчас по новой классификации до 64 в среднем во всех странах мира составляет 50% а вот доля лиц до 15 лет если они преобладают и составляют 30% это прогрессивный тип народа населения а если преобладает население старше 64 лет старше 65 оно составляет 30% это прогрессивный тип народа населения и к сожалению Российская Федерация относится к регрессивному типу народа населения к стационарным относятся например Соединенные Штаты Америки а большинство стран Европы относятся все-таки к регрессивному типу населения прогрессивный тип народа населения складывается в африканских странах и азиатских странах Какие же показатели демографические являются основными на сегодняшний день на сегодняшний день основными показателями являются рождаемость смертность естественный прирост и средняя продолжительность жизни это базовые основные демографические показатели все остальные показатели повозрастные в том числе младенческая смертность материнская смертность они являются специальными показателями наибольшее значение для оценки здоровья имеют естественное движение населения сюда относятся три показателя это рождаемость смертность и естественная убыль или естественный прирост населения по рождаемости например в 2020 году почему я вам даю цифры 2020 года потому что в Росстате и в Крымстате четкие данные за 2021 год появятся только в конце февраля начале марта на сегодняшний день есть только предварительные цифры в 2020 году рождаемость России составляла 9,8 промил Крыму 9,9 смертность Российской Федерации была 14,6 Крыму 16,1 то есть по этим показателям Крым к сожалению опережает средние данные по Российской Федерации как в целом России так и в Крыму отмечается отрицательный естественный прирост в Российской Федерации минус 4,8 а в Крыму 6,2 посмотрите пожалуйста на этом слайде представлена рождаемость смертность и естественный прирост за последние почти 70 лет мы видим что последние годы естественный прирост Российской Федерации постоянно уменьшался небольшой положительный сдвиг отмечался в 2013 2014 и 2015 году все остальное время смертность превышала рождаемость то есть Российская Федерация в этом отношении к сожалению находится в глубоком кризисе и все мероприятия правительства направлены на то чтобы найти пути решения проблемы чтобы снизить смертность и увеличить рождаемость населения Российской Федерации прогнозы прогнозы до 35 года все-таки надеяться на то что в России ситуация улучшится очень сложно очень сложно поэтому все-таки идет все время момент о том что возможен ухудшение даже ситуации будет постепенно уменьшение количества родившихся но надеемся на то что экономическая ситуация уменьшится а экономика очень сильно влияет на демографическую ситуацию и эти прогнозы не оправдаются каким же образом происходит расчет этих важных демографических показателей первое общий коэффициент рождаемости это отношение числа родившейся за текущий год к среднегодовой численности населения умноженное на тысячу хочу обратить ваше внимание что все демографические показатели когда мы проводим расчет на тысячу находятся в промилях по уровню рождаемость все страны мира делятся на страны с очень низкой рождаемостью можно нас в Российскую Федерацию отнести к этим показателям низкая рождаемость от 10 до 15 ниже среднего 16-20 промилле средняя 21-25 выше среднего 26-30 высокие показатели рождаемости 31-40 и наиболее высокие показатели это 41 и выше и в африканских странах на сегодняшний день есть страны в которых отмечается высокий и очень высокий уровень рождаемости например это одна из ведущих стран в мире по рождаемости это Нигерия причины что влияет на рождаемость к сожалению на рождаемость влияет уменьшение числа браков и увеличение числа разводов занятость женщин во вредных и небезопасных условиях труда активное участие женщин в общественной жизни желание строить карьеру жить для себя экономическая ситуация в государстве экономика влияет на рождаемость так же как и на другие сферы жизни диспропорция в половой структуре населения мы сказали с вами об этом когда идет резкое превалирование либо мужчин либо женщин и негативные тенденции в репродуктивном здоровье женщин к сожалению каждая пятая пара на земном шаре бесплодна каждая третья женщина имеет патологию или проблемы с беременностью еще очень важный момент который в последнее время очень часто дискутируют в СМИ и этот момент влияет на рождаемость это аборты Россия на протяжении многих лет занимала одно из первых мест в мире по количеству абортов последние возможно 5-7 лет эта ситуация изменилась потому что была проведена очень большая центрально-просветительная работа среди населения и количество абортов уменьшилось тенденция снижения уровня абортов в России началась еще в 80-х года в 90-х ускорилась и ни разу не прерывалась по данным Росстата с 92-го по 18-й год специальный коэффициент абортов то есть на тысячу женщин в возрасте 15-49 лет снизился в 5 раз с 94-х семи до 19 промилле если исключить самопроизвольные аборты которые не зависят от воли женщины то снижение за эти годы составило 7,4 раза с 89-ти до 12-ти это очень хорошие показатели это не значит что мы в целом если сравнивать с другими странами с европейскими странами или с наиболее развитыми странами что мы достигли очень больших высот но у нас отмечается положительная тенденция в этой сфере вот посмотрите в 18-м году что было то есть всего абортов 661 тысяча насколько уменьшилось видно с 2000-го по 2018-й год на тысячу женщин которые возрасте от 12-й до 49-ти лет опять-таки почти в 3 раза уменьшилось на 100 родов тоже уменьшилось 4-5 раз ну и число абортов у первобеременных тоже снизилось почти в 4 раза это очень важно потому что вы знаете о том что если сделать первый аборт то потом забеременеть очень сложно вот на этом слайде вы видите как уменьшилось число медицинских легальных самопроизвольных абортов опять-таки приводятся данные с 92-го по 18-й год красным цветом самопроизвольные аборты они к сожалению частично даже выросли немножко но это не зависит от медицинских организаций да а вот число женщин у которых легальные медицинские аборты оно уменьшилось это синие столбики вплоть до 2007 года число абортов в России превышало число на сегодняшний день ситуация значительно улучшилась благодаря многократному сокращению частот абортов в России изменилось положение нашей страны на фоне других стран именно показатель медицинских легальных абортов снизился наибольшей степени в 2020 году было проведено около 450 тысяч абортов причем из них половина именно по желанию женщин то есть все равно на сегодняшний день здесь имеется очень большой зазор для работы санитарно-профилактической работы работы правительства работы религиозных организаций да то есть по пропаганде уменьшение количества абортов и увеличение количества родов в целом в мире было совершено 43 миллиона абортов а сначала это 21 года почти 3 миллиона за 2020 год в мире было произведено 42,6 миллиона абортов что намного превысило общее число людей умерших в результате других причин смерти в том числе и от ковида к сожалению по данным ВОЗ аборты стали ведущей причиной смерти в мире от инфекционных заболеваний за этот период погибло 12 миллионов человек на антологии чуть более 8 миллионов курение алкоголь 5 2,5 миллиона от коронавируса 2 миллиона если исключить аборты то в целом в мире за прошлый год умерло 59 миллионов человек почему приведет какие последствия будут если идет постоянное снижение уровня рождаемости уменьшение числа детей в структуре населения процент увеличения пожилых людей резко возрастает повышение экономической нагрузки на работоспособное население так например опять-таки хочу привести Китай в пример в Китае вообще нет пенсии у людей потому что нет возможности у национальной системы и трудоспособное население уменьшилось увеличивается количество пожилых людей и в Китае была отменена пенсия там дети несут уголовную ответственность если они не поддерживают своих родителей исключения составляют понятно что люди которые служат в армии в госучреждениях врачи они получают пенсию вот посмотрите на этом слайде здесь представлены страны по уровню смертности по уровню смертности ведущие причины смертности конечно это в таких странах в африканских странах Нигерс Сомали Нигерия Гамбия Ангола очень высокий уровень смертности 45 промилле смертность является одним из важнейших показателей которые характеризуют здоровье населения в России отмечается снижение числа смертей во всех сложных группах в том числе материнской и младенческой смертности уровень смертности Российской Федерации я уже сказала об этом 14 6 а в Крыму 16 и 1 по сравнению с другими европейскими странами конечно мы на сегодняшний день находимся не в самом выгодном положении потому что в принципе в странах Европейского Союза смертность составляет в среднем 7 промилле в Японии 5 промилле в Нидерланды 8,6 в Соединенных Штатах 9 промилле здесь пока у нас есть очень большие зазоры для работы расчет коэффициента смертности это общее число умерших за год разделить на среднегодовую численность населения и умножить на 1000 в промилле если говорить о европейских странах то есть Болгария в 2020 году уровень смертности Болгария 15,52 Украина 15,18 В Российской Федерации уровень смерти был ниже 12,8 По уровню смертности опять-таки страны делятся на страны с очень низким уровнем смертности до 7 Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует чтобы смертность населения была не более 7 в стране низкий уровень 7,10 средний 11,15 Российскую Федерацию можно отнести к странам со средним уровнем смертности высокий уровень смертности 16,20 промилле очень высокий 21 и выше Хочется отметить что смертность среди сельского населения практически всегда в полтора два раза выше чем среди городского населения это тенденция общемировая и в Российской Федерации она тоже присутствует очень высокая смертность на сегодняшний день отмечается в Российской Федерации среди трудоспособного возраста особенно среди мужчин она превышает смертность над женщинами в 3,5-4 раза мужчины умирают чаще женщин во всех возрастных категориях в подростковом возрасте в полтора раза в трудоспособном возрасте в 3,5-4 раза на сегодняшний день отмечается довольно высокая смертность среди подростков особенно за счет дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации такая тенденция тоже имеется и в мире она фиксируется а если говорить о причинах смерти то на первом месте в Российской Федерации это заболевание органов кровообращения на втором месте это новообразование и на третьем травма отравления несчастных случаев но такая тенденция в Российской Федерации а в большинстве европейских стран новообразование выходит на второе место на второе место почему а потому что проведена очень большая санитарно-просветительная работа по заболеваниям органов кровообращения существуют государственные программы по борьбе с ними и Российской Федерации начиная с этого года тоже будет такая работать такая программа потому что все люди после инсульта и инфаркта будут иметь возможность получить бесплатные лекарства которые позволяют им предотвратить ухудшение состояния или наступление следующего инфаркта и очень важно объяснять это людям и проводить санитарно-просветительную работу на этот счет потому что ведущими причинами смерти в мире по данным Всемирной организации здравоохранения является все равно болезнь сердечно-сосудистой системы в среднем это 21-22% сюда относятся и шимическая болезнь сердца и инсульт дальше по причинам смерти по процентному составу идут инфекции нижних дыхательных путей осложнение перинатального периода хронические обструктивные болезни легких гиарейные заболевания ВИЧ СПИД туберкулез раковые заболевания трахеи бронхов лет дорожно-транспортные аварии это те причины по которым чаще всего люди гибнут не достиг даже пенсионного возраста а среди пенсионеров тоже очень высокая смертность ну вот например динамика смертности трудоспособного населения в Российской Федерации с 95 по 2018 по год хочется отметить тенденцию по уменьшению смертности трудоспособном возрасте но тем не менее она все равно высокая практически с 95 года по 2008 год смертность уменьшилась в трудоспособном возрасте почти в два раза если говорить о смертности вот сравнить например 19 и 20 год на 100 тысяч населения по классам болезни то здесь явная тенденция к уменьшению системы смертность от болезни системы кровообращения новообразования внешние причины болезни органов дыхания не связанные с ковином инфекционные паразитарные заболевания а вот рост отмечается при заболевании и смертности от болезни органов пищеварения нервной системы эндокринной системы другие виды болезней какова структура смерти именно в российской федерации 19 и 20 год какие тенденции то есть здесь опять-таки мы сказали что первое место болезни система кровообращения второе образование и третье внешние причины а также группу заболеваний которые очень часто стали приводить к смерти это болезни органов пищеварения дыхания и инфекционные паразитарные заболевания все остальные причины составляют приблизительно 16-17 процентов конечно нельзя говоря о смертности не остановиться на смертности которая связана с ковидом к сожалению ковид нанес колоссальный ущерб нашему населению потому что за эти два года 2019-2020 год произошло резкое уменьшение количества населения в среднем за 2020 год количество населения уменьшилось приблизительно на полмиллиона а за период эпидемии 2019-2020 и 2021 год считают что в целом в Российской Федерации умерло более миллиона человек причем среди них ну приблизительно 50 процентов составляют именно люди пенсионного возраста то есть пожилые люди составили больше половины умерших за эпидемию ковида вот на этих слайдах посмотрите здесь представлено то негативное направление которое на сегодняшний день отмечается в связи с ковидом в целом по Российской Федерации то есть к сожалению в нашей стране умерло на миллион больше чем это было в присутствующие годы это к сожалению больше чем в любых других странах после нас исследование проводилось в 120 странах на втором месте идет Соединенные Штаты с избыточной смертностью 960 тысяч умерших а в России население почти в два раза меньше чем в Соединенных Штатах Америки на втором месте после России это число смертей на 100 тысяч населения затем идет Болгария на третьем месте на этом слайде хорошо видно что пропорциональное отношение избыточной смертности к обычному уровню смертности Россия на восьмом месте после нас идет Армения Колумбия то есть довольно очень неблагополучные данные уровень смертности населения отражается на средней продолжительности жизни людей на средней продолжительности жизни людей в европейском регионе женщины живут в среднем 78 лет мужчины 70 разница 7-8 лет а вот в России женщины живут в среднем 77 лет а мужчины 67 лет разница составляет 10 лет это очень неблагополучный показатель к сожалению он отвечается на протяжении последних десятилетий и серьезных успехов в этом направлении в Российской Федерации достигнуть не получилось очень большое внимание в Российской Федерации уделяется именно такому направлению как охрана материнства и детства созданы перинатальные центры я скажу об этом позже но почему-то мужчины недобросовестно относятся к своему здоровью и не всегда приходят в медицинское учреждение когда плохо себя чувствуют это приводит к тому что они уходят из жизни намного раньше как я вам сказала прогнозы не оправдались и средняя продолжительность жизни населения России в 21-м году составила 70 и 1 десяток года то есть уменьшилось более чем на 2 года по сравнению с предыдущими периодами в Соединенных Штатах Америки на сегодняшний день 78 и 70 года в Германии 81 год в Японии 83 и 1 то есть разница в средней продолжительности жизни составляет от 10 до 13 лет показатели нашей стране на сегодняшний день конечно желают лучшего среди третий стран продолжительность жизни сократилась более чем на год для государств Восточной Европы это сравнимо с падением 1919 годов во время коллапса советского блока для Западной Европы с падением времен Второй мировой войны то есть во всех странах даже очень благополучных произошло снижение ожидаемой продолжительности жизни и эти потери связаны с веско возросшей смертностью от коронавируса среди пожилых людей ставших 60 лет так Соединенных Штатах порядка двух лет Литва Болгария в России падение ожидаемой продолжительности жизни составило более полутора лет уступая только США и Литве посмотрите вот на этом слайде очень хорошо видно да как произошло падение продолжительности жизни вот красным выделено это как произошло у женщин и в 20-м году это 76,6 и у мужчин 20-й год 66,7 Российская Федерация в России избыточная женская смертность по сравнению с другими странами это просто парадокс почему-то у нас во время эпидемии ковида именно у женщин у женщин произошло увеличение количества смертей красным выделено это Россия вы видите на этом слайде а синим выделены другие страны где-то таких тенденций не отмечается если говорить об специальных коэффициентах о которых я вам сказала ранее то есть такое понятие как фетоинфантильные потери фетоинфантильные потери представляют собой показатель который сочетает владенческую смертность и тех детей которые не родились или родились мертвыми он используется для суммарной оценки характера репродуктивных потерь в целом в том или ином государстве вот на этой схемке я хочу вам напомнить какие же периоды бывают когда мы говорим о младенческой смертности о фетоинфантильных потерях если ребенок погиб с 22 недель до начала беременности и в период родов это мертворожденность это антонатальная смертность и интранатальная смертность в целом они составляют мертворожденность мы сказали что фетоинфантильные потери это мертворожденность и младенческая смертность между мертворожденностью и младенческой смертностью есть еще один показатель Перинатальная смертность – это с 22 недель беременности до первой недели жизни. Перинатальная смертность включает в себя и мертворожденность, и первую неделю младенческой смертности. Это самостоятельный показатель. Первые 28 дней жизни – это уже неонатальная смертность. И она включает в себя как раннюю неонатальную смертность, первая неделя, так и позднюю нейонатальную смертность, которая отмечается во вторую, третью, четвёртую неделю жизни. В целом же младенческая смертность – это от момента рождения до одного года. Все эти периоды очень важны, потому что по всем научным данным известно, что дети чаще всего гибнут в первый день жизни, в первую неделю жизни, в первый месяц жизни и в первый год жизни. И все мероприятия государственные должны быть направлены на то, чтобы не допустить гибель детей, потому что каждый ребёнок – это золотой запас нашего государства. Таким образом, ВОЗ говорит о том, что средний показатель наденческой смертности в Европе – 6,6 промилле. А в России в 2020 году показатель наденческой смертности составил 4,5 промилле. К сожалению, в Крыму показатель выше – 5,4 промилле. Отметился рост на 14% именно в Крыму. Перинатальная смертность в Российской Федерации составляет 7,25 промилле. Крым – 9,6 промилле. Мертворожденность в целом – 5,7 в России. Крым – 6,9. Суммарный коэффициент рождаемости очень низкий в Российской Федерации – 1,5. В Крыму – 1,6. Ну, по этому показателю мы несколько лучше. Вот, например, суммарный коэффициент рождаемости 1,5 говорит о том, что вообще не происходит воспроизводство населения. Для того, чтобы происходило воспроизводство населения, необходимо, чтобы суммарный коэффициент рождаемости был минимум 2,1. Но, тем не менее, по младенческой смертности Российская Федерация относится к странам наиболее благополучным, потому что 4,5 промилле – это намного меньше, чем 6,6 в среднем по Европе. А достигнуто это было тем фактом, что на территории Российской Федерации было создано более 200 перинатальных центров, которые большую роль уделяют материальным, бытовым условиям и оснащению. А также к современным стандартам оказания помощи матери и ребёнку. В этих центрах имеются современные технологические возможности. Сосредоточены наиболее квалифицированные врачи. В Крыму, например, тоже существует перинатальный центр. И несмотря на то, что всё-таки младенческая смертность несколько выросла, всё равно показатель довольно приемлемый. Вот на этом слайде хорошо видно, в каких странах какой показатель. Но наиболее низкие показатели младенческой смертности – это в таких странах, как Исландия, Финляндия, Словения, Норвегия, Эстония, Швеция, Испания, Италия, Чехия, Ирландия. 28 стран, в которых наиболее благополучный показатель, он в среднем составляет 3,6. В России по этим данным, это радио свободы, коэффициент составляет 5,2. Довольно тоже очень приемлемый показатель. Младенческая смертность рассчитывается двумя показателями. Первый показатель, который не является точным и, как правило, больше используется для приблизительных расчётов, это классический показатель. Он рассчитывается как число детей, умерших на первом году жизни в течение года, в число детей, родившихся живыми в данном календарном году и умноженное на тысячу. Но в учреждениях здравоохранения рассчитывается младенческая смертность по форме Леракса. Это число детей, умерших в возрасте до одного года в течение данного календарного года, разделить на 1,3 детей, родившихся живыми в течение предыдущего календарного года и 2,3 детей, родившихся живыми в течение данного календарного года. и умноженное на тысячу. Опять-таки на тысячу это результат в промилле. Структурам причин младенческой смертности чаще всего это болезни перинатального периода, это порожденные пороки, заболевания органов дыхания, синдром внезапной смерти и инфекционные болезни. Снижение всех этих причин может быть резервом для уменьшения младенческой смертности в целом по Российской Федерации. Что же такое мертворожденность? Мертворожденность это число детей, родившихся мертвыми в течение календарного года, разделить на число детей, родившихся живыми и мертвыми в течение календарного года и умноженное на тысячу. Коэффициент фетоинфантильных потерь мы с вами уже обсудили. Это число детей, родившихся мертвыми, плюс число детей, родившихся живыми в течение календарного года, разделить на число детей, родившихся живыми и мертвыми в течение календарного года. Если говорить о коэффициенте младенческой смертности по основным классам причин смерти, то хочется отметить, что в 2020 году произошло уменьшение количества смертей, которые возникают в перинатальном периоде, от внешних причин, болезни органов дыхания, инфекционных паразитарных, пневмонии, других инфекционных паразитарных заболеваний, ОРЗ, сепсис, кишечная инфекция. А вот от болезни органов дыхания и органов пищеварения, а также от врожденных аномалий, отмечается в целом рост по Российской Федерации. Вот на этом слайде вы видите, что число умерших в возрасте данного года, это столбики голубые, носило в окнообразный характер за последние 60 лет. В последние годы, начиная приблизительно с 90-х годов, отмечалось всё-таки снижение числа умерших детей. А вот младенческая смертность практически уменьшалась всё время, начиная с 2000-х годов. Исключение составило 2011-2012 год. На 2020 год мы сказали 4,5 промилле составила младенческая смертность. Другой очень важный показатель демографический, несмотря на то, что он относится к специальным показателям, но показателям материнской и младенческой смертности в целом судят о культуре всей страны. Если эти показатели большие, это говорит о том, что система здравоохранения работает очень плохо. Материнская смертность Российской Федерации в 2020 году составила 11,2. В Крыму, к сожалению, 26,5. Почти в 2,5 раза больше. Если говорить о структуре материнской смертности, то есть какие причины приводят к материнской смертности, то это аборты. Несмотря на то, что ситуация улучшилась, они продолжают влиять на материнскую смертность. Вторая причина – это другие прямые причины. Это сепсис, это кровотечение на втором месте находится, гипертензивные расстройства, эмболия. То есть очень много причин. Как правило, материнская смертность связана как с инфекционными заболеваниями, так и квалифицированным родовспоможением. Это важнейший момент. Ну и коэффициент материнской смертности на 100 тысяч родившихся живыми, он всё время вальировал в разные годы в Российской Федерации, в разных регионах имел различное значение. И в целом отмечалось то рост, то уменьшение этого показателя. Вот очень важный момент, как посчитать материнскую смертность. То есть чётко нужно представлять, какой период является материнской смертностью. Материнская смертность – это число умерших беременных с начала беременности, рожениц, а также родильниц в течение 42 суток после прекращения беременности, разделённое на число детей, родившихся исключительно живыми, и умноженное на 100 тысяч. Вот на этом слайде мне хочется привести вам, чтобы было понятно, как за последние годы, десятилетия происходило снижение материнской и перинатальной смертности. По этим показателям Россия всё-таки на сегодняшний день может, ну нельзя сказать, что похвастаться, но может считать, что эти показатели всё-таки находятся под контролем. И хочется отметить, что вот материнская смертность, вот я вернусь к показателю, материнская смертность 42 дня после прекращения беременности. Хочется задать такой вопрос, а какие же причины сюда относятся? А вот в соответствии с определением ВОЗ, материнская смертность считается, если женщина 42 дня после родов, то любые причины, которые повлекли смерть этой женщины, будут отнесены к материнской смертности. Исключение составит только травмы и суициды. То есть если женщина умерла от онкологической причины или от шока в этот период, это будет тоже материнская смертность. Поэтому очень часто люди думают о том, что материнская смертность связана только с роддомом, женской консультацией. Нет, врачи разных специальностей могут столкнуться с этим показателем. Перинатальная смертность – тоже важнейший показатель. Сюда относятся дети, которые умерли с 22 недели беременности. Причём в этот период норма массы тела ребёнка должна составить 500 грамм. И должны быть какие-то признаки, что этот ребёнок родился сживой, да, и заканчивается 7 сутками полными 168 часами жизни после рождения. Коэффициент перинатальной смертности выглядит вот таким образом. Число детей, родившихся мёртвыми, с 22 недель беременности, число детей, родившихся живыми, 168 дней после рождения в течение календарного года и разделить число, родившихся живыми и мёртвыми в календарном году. Поэтому нельзя сказать, что коэффициент перинатальной смертности и младенческая смертность – это одинаковые коэффициенты. Это абсолютно разные коэффициенты. В перинатальной смертности немножко другая структура. Здесь на первое место выходит асфиксия клада, родовые травмы, пороки развития, гемиалитическая болезнь новорождённые и врождённые пороки развития. Всё-таки хочется опять не вернуться к вопросу ожидаемой продолжительности жизни. Под ожидаемой продолжительностью жизни понимают гипотетическое число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся или число живых определённого возраста при условии, что на всём протяжении жизни смертность в каждой возрастной группе будет такой же, какой она была в том году, для которого производились исчисления. Этот показатель характеризует жизнеспособность населения в целом. Он не зависит от особенностей возрастной структуры населения и используется для анализов динамики и сравнения данных по разным странам. Вот посмотрите, средняя продолжительность жизни в Российской Федерации всё время имела тенденцию к росту. К сожалению, много лет, вот я привожу данные с 2014 года, средняя продолжительность жизни мужчин всегда отличалась от средней продолжительности жизни женщин. И если раньше она составляла 11-12 лет, сейчас составляет 10. То есть есть положительная тенденция. Есть положительная тенденция. Средняя продолжительность жизни Республики Крым тоже здесь отмечается положительная тенденция к увеличению этой продолжительности. Ещё один важнейший фактор, который влияет на демографические процессы и в целом на то, что происходит в государстве, это планирование семьи. Как правило, обсуждая меры, направленные на повышение рождаемости, забывают главное – спросить женщину, хочет ли она иметь много детей. Для того, чтобы выяснить репродуктивные установки женщин, используют специальные показатели. Среднее желаемое планируемое число детей. Женщины в возрасте 20-24 лет в среднем мы хотели иметь 1,7-1,9 ребёнка, а фактически планируют ещё меньше – 1,5-1,8. Низкие репродуктивные установки молодёжи позволяют сделать неблагоприятный прогноз в отношении рождаемости в стране по меньшей мере на ближайшие годы. Семейные и брачные стратегии современной молодёжи направлены на создание молодетной, нуклеарной семьи. Я вам сказала, что коэффициент – 1,5. То есть, в принципе, половина семей имеют одного ребёнка, а половина семей имеют двух. Для того, чтобы шло воспроизводство населения, нужно было, чтобы было в стране у половины семей двое детей, а у второй половины населения – трое детей. А ещё присоединяется такой неблагоприятный фактор, который тоже влияет на демографическую ситуацию, как бесплодие. К сожалению, на сегодняшний день в мире от 10 до 20% бесплодных пар. В Российской Федерации 6 миллионов российских женщин из 78 и 4 миллиона мужчин из 68 миллионов бесплодных. То есть приблизительно этот показатель в Российской Федерации составляет 15%. И если в 2013 году 50% общих причин являлось мужское бесплодие, 35% – это инфекции, гормональные сбои у обоих партнёров, в 15% идёт классическое женское бесплодие, то в 2020 году, к сожалению, среди мужчин количество обращений по поводу бесплодия увеличилось до 60%. Для решения этих вопросов на территории Российской Федерации были разработаны национальные проекты. Так, указом президента номер 1351 был утверждена концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Целью этого проекта является рост численности населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, повышение качества жизни населения Российской Федерации. В чём же основные критерии, в чём основные требования национального проекта демография? Национальный проект демографии включает ряд направлений. Первое – это внедрение механизма финансовой поддержки семьям при рождении детей. Мы с вами свидетели того, как демографическая политика нашего государства меняется постоянно, как благодаря решению президента увеличивается пособие на детей, и это способствует тому, что жизнь семей с детьми намного становится проще. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей. Создание новых мест для детей в возрасте до трёх лет, то есть увеличение количества детских садов, ясен. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, отказ от предных привычек. В целом всё это влияет на формирование семьи. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидов, потому что количество пенсионеров растёт, они нуждаются в уходе, нуждаются в медицинской помощи. Проведение скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Мы с вами сказали, что в сельской местности смертность намного выше, чем в городе. Обучение граждан предпенсионного возраста и получение дополнительно профессионального образования. Это поможет решить вопрос увеличения лиц, которые работают в системе. Даже выйдя на пенсию, люди, получив новую специальность, смогут продолжать свою треновую деятельность, смогут увеличить свою пенсию благодаря этому. Очень большое внимание уделяется занятиям спортом, то есть это спортивно-техническое оборудование для создания спортивных площадок, потому что спорт – это один из факторов, который влияет на долголетие строительства и реконструкции физкультурно-оздоровительных комплексов. Все эти направления включают проект «Демография», потому что все эти направления, они способствуют, чтобы увеличить продолжительность жизни, уменьшить смертность населения. Финансирование выделено огромное на эти нововведения. Это финансовая поддержка семей при рождении ребенка, создание веселья и содействие занятости женщины, старшее поколение, укрепление общественного здоровья, новая физическая культура населения. В целом было выделено 3 миллиарда 105 миллионов. Очень большие деньги. В стратегии национальных проектов, то есть полагаю увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Что здесь имеется в виду? Для того, чтобы добиться этих демографических показателей, о которых говорится в проекте, о которых говорит правительство, необходимо обязательно снизить определенные риски. То есть сокращение распространенности потребления табака взрослым населением до 26%, детским населением до 10%. Сокращение подушевого потребления алкоголя до 9 литров. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55%. Увеличение обращаемости в медорганизации по вопросам здорового образа жизни до 3 миллионов 260 тысяч. Сокращение темпов прироста первичных заболеваний. Сокращение смертности в трусобном возрасте до 340 случаев на 100 тысяч населения. Увеличение доли больных артериальной гипертезии, контролирующих артериальное давление до 37%. Ведь очень многие люди не контролируют свое артериальное давление. Увеличение доли посещения детьми в медицинских организациях с профилактическими целями до 51%. Все эти показатели позволят улучшить демографическую ситуацию, улучшить здоровье населения, увеличить продолжительность жизни. Если говорить по Крыму, конкретно какие же показатели нам необходимо в Крыму отрегулировать? Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. О чем говорит вот этот показатель здоровая жизнь? Да, мы можем говорить о том, что мы хотим увеличить продолжительность жизни. К сожалению, у нас на сегодняшний день чуть больше 70 лет. Но если увеличивается продолжительность жизни больных людей, то есть люди-инвалиды, люди, которые нуждаются в огромных затратах со стороны государства, да, а вот наша задача добиться, чтобы увеличилась продолжительность людей здоровой, которые ведут здоровый образ жизни, которые не нуждаются в таком огромных затратах на лечение, на содержание, увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,76. Мы сказали, в Крыму у нас 1,6, к сожалению. То есть поэтому необходимо... Есть определенные показатели, которые дает правительство, они даются для всех граждан Российской Федерации, а есть те программы, которые может выделить непосредственно местное правительство, сделать те наработки, которые позволят достичь этого показателя. Предоставление поддержки 28 тысячам семей с детьми. Очень важный момент – это строительство детских садов. Если маме есть возможность отдать ребенка в детский сад или в ясли, то таким образом можно увеличить количество людей и женщин, которые будут заняты в производстве, которые позволят создавать дополнительные проценты бывалого национального дохода. К 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна возрасти до 55%. Посмотрите, вот этот слайд четко показывает, насколько все моменты политические, экономические связаны с демографическими процессами. То есть мне хочется, чтобы вы понимали, что демография – это не что-то отвлеченное, не связанное с вашей практической деятельностью, а это то, с чем связана ваша работа, которая направлена на то, чтобы люди были здоровыми, чтобы ввели здоровый образ жизни, чтобы уменьшить их смертность, увеличить продолжительность здоровой жизни. То есть это общегосударственные тенденции. Решение демографической проблемы в мире имеет только два подхода. Это увеличение рождаемости, это естественный прирост населения и миграция. Задача отбережения и увеличения численности народа – вопрос государственной безопасности. То есть когда мы с вами говорим о тех демографических тенденциях, которые существуют на сегодняшний день в Российской Федерации, мы с вами обсуждаем не просто какие-то отвлеченные вопросы, а мы с вами говорим о вопросах, которые имеют чрезвычайное значение в целом для государства. К сожалению, в Российской Федерации на здравоохранение выделяется на сегодняшний день приблизительно 3,7% валового национального продукта. То есть ВВП 3,7%. Но даже при ограниченных возможностях, которые есть на сегодняшний день в Российской Федерации, необходимо создать все условия для улучшения здоровья населения, для улучшения демографической политики в государстве, для того, чтобы был дальнейший рост производительности труда, уровня жизни. И демография в этой ситуации – очень важное направление. Ну, на сегодняшний день это то, что я хотела вам сказать. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...